К другим темам. Они исполняют мечты больных, помогая вернуться к полноценной жизни. А недавно исполнилась их мечта. Центр рассеянного склероза отмечает новоселье. Ждали ремонта, а получили новое помещение, которое уже практически адаптировано к потребностям пациентов. Сегодня на новоселье пригласили высоких гостей, но еще до министра там успели побывать мои коллеги. От Купино до Новосибирска и обратно. Раз в месяц тысячу километров преодолевает Алена Кителева ради капельницы с лекарством. Дорогостоящие, эффективные препараты помогают ей уже 6 лет оставаться на ногах. Пациентка вспоминает, первые симптомы заболевания были тяжелыми. Родила, и 4 месяца у меня осложнение дало на ноги. Мне трудно стало ходить. И потом у меня с Купино отправили сюда, в Новосибирск, на консультацию к неврологу. Впервые на консультацию к психологу она приходила, когда врачи решали, менять ли Алене схему лечения. Специалист должен определить, нет ли обострения болезни. Впрочем, поводов попасть на прием к Елене Геннадьевне у пациентов немало. Аутоиммунные заболевания нервной системы, когда иммунитет начинает бороться со своими же клетками, нередко запускаются после большого стресса. Нарушение координации, проблемы с памятью. Если подобрать правильную терапию, болезнь можно приостановить. К психологу ходить обязательно нужно, чтобы отследить, когда начинается ухудшение памяти, либо концентрация внимания ослабевает. При этом мы смотрим снимки МРТ заранее и смотрим, где есть какая-то патология, где очаг, для того, чтобы заранее постелить соломку и потренировать некие функции, чтобы когда наступило обострение, мы могли войти в него плавно и выйти из него точно так же. Новоселье и ремонт не столько для сотрудников центра, для пациентов. Их тут почти три тысячи. Большинство с диагнозом рассеянный склероз. Почти 500 человек с миостыней. У других редкие аутоиммунные заболевания нервной системы. Да, их не очень много, к счастью, как бы сказать. Но это сложные, тяжелые больные. Они дорогостоящие для бюджета. Тоже очень важный момент для всего. И правильно назначено лечение, правильная подобная терапия. Понимаю, что профессионализм этих людей, которые находятся сегодня, я благодарю Анатолию Васильевичу, что нашел возможность реализовать ее. Областная больница, да, она собирает всех, и город, и область. Недавно появился регистр пациентов с рассеянным склерозом. В нем информация обо всех жителях региона, кому поставлен такой диагноз. Лечение дорогостоящее. Из областного бюджета на лекарства выделяют ежегодно сотни миллионов рублей. Учитывают схему лечения каждого конкретного больного. К каждому свой подход. И пациенты это ценят. Я лучше, допустим, приеду в центр, чем к своему неропатологу, в полиглинику. Я приеду, я знаю, что здесь люди грамотные и посоветуют правильную схему лечения. Многим из пациентов нелегко ходить. Потому отмечают то, что теперь центр расположен на первом этаже, большой плюс. Врачи позаботились не только об удобстве. Всей командой создают домашнюю обстановку, выращивают комнатные цветы и ответственно относятся к выбору картины фотографий, которыми украсили стены кабинетов и коридор. Есть же понятие цветотерапии, на самом деле. У нас даже есть такая брошюрка по немедикаментозным методам лечения рассеянного склероза. Там много всего, в том числе и цветотерапия. Рекомендуется, конечно, какие-то такие, знаете, теплые тона, солнечные тона, немножко поднимают настроение. Но чтобы они были не яркие, а чтобы они немножко способствовали немножко релаксации и успокоению. Кроме цветотерапии, используют и музыкотерапию. В холле виды природы и мелодии, подобранные специалистами, чтобы процесс лечения проходил даже в ожидании приема. Наталья Цопина, Александр Кабукин, Сергей Жданов. Новости ОТС.